Союзницы Украины, в том числе Соединенные Штаты Америки, рассматривают возможность полного запрета большей части импорта в Россию, что может помочь усилить экономическое давление на Москву в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину. Как отличают источники Bloomberg, обсуждаемый сейчас подход полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт за исключением ряда товаров. По словам людей, знакомых с этим вопросом, официальные лица Большой Семерки обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров Японии в мае. И цель будет заключаться в том, чтобы вовлечь в санкции государства-члены Европейского Союза. Предложение все еще обсуждается и может измениться. Из публикации в издании Bloomberg. Единственное «но» в новом плане – это отдельные группы товаров. Например, лекарства и сельскохозяйственная продукция, которые можно классифицировать как товары сугубо гуманитарной функции, и запрет на экспорт которых ударит по качеству жизни всех россиян. Если будет введено почти полное эмбарго на экспорт, большая часть оставшихся торговых потоков из этих стран с Россией испарится. Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать перспективу такого шага. Из публикации в издании Bloomberg. По данным Совкомбанка РФ, товарный рынок России за последний год лишился почти двух сотен крупных мировых ритейлеров. Торговать в России остались лишь единицы мировых брендов. Например, магазины оптовых сетей «Ашан» и «Метро». Под ранее введенные санкции сейчас попадает большая часть отраслей российской экономики. А в новом, 11-м пакете санкций Евросоюза возможно ограничение на российскую ядерную энергетику. На это настаивает Украина, Польша, страна Балтии и Германия. Европейская комиссия и страны ЕС на этой неделе готовят следующий пакет санкций против России. И Германия потребовала включить в него ядерную энергетику. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн ранее заявляла, что следующий пакет будет направлен на борьбу с обходом санкций и устранением лазеек. Из публикации в издании «Политика». По данным аналитиков, основная цель санкций – планомер довести российскую экономику в полную изоляцию. И благодаря сокращению доходов, вынудить страну-агрессора остановить войну против Украины. Однако, по данным базирующейся в Женеве организации Trade Data Monitor, в Россию, несмотря на санкции, продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму 66 миллиардов долларов. Богдан Максвест, Никита Бабенко для телеканала Freedom.